Через полгода чебоксары отметят свой 550 день рождения. Фестивали и концерты стартуют уже летом, но на подготовку других подарков требуется больше времени. Что было сделано в столице за прошлый год на отчетном заседании городского собрания депутатов, доложили руководители муниципалитета Евгений Кадышев и Алексей Ладыков. Ежегодный отчет не первый год проходит в расширенном составе. Столичный статус обязывает чебоксары быть впереди по многим параметрам. Это касается и промышленного производства, и развития социальной инфраструктуры. В прошлом году бюджет города получил мощный финансовый заряд. Более 7 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней было привлечено на создание комфортной среды, развитие здравоохранения, туризма. Не менее серьезные цифры запланированы и на этот год. Доходы бюджета на 2019 год прогнозируются в объеме 11,6 миллиарда рублей. Собственные доходы прогнозируются в сумме 4,4 миллиарда рублей. Две трети бюджета пойдет на социальную и культурную сферу. В этом году предусмотрены расходы на газификацию за Волжи в 2019 году, а также на следующий год заложены деньги на строительство дороги на улице Асламаса, микрорайон Лента и микрорайон Солнечный. По этим объектам в адрес депутатов неоднократно поступали обращения жителей. Мнение жителей – одно из ключевых условий в решении основных вопросов. Более сотни встреч проведено с чебоксарцами в рамках проекта «Открытый город». Не менее активно высказывают свою позицию горожане и на интернет-портале. Уже проведено более 40 опросов, в которых приняли участие около 30 тысяч горожан. Положительную динамику продемонстрировал промышленный комплекс. Индекс производства составил 103,5%. Проблемный завод, концерн тракторных заводов на сегодняшний день в работе. Могу сказать, сделки состоялись между бенефициарами, между ВЕБА, между Ростех и, соответственно, Трансмашолгой. Сегодня дополнительные заказы завод будет получать. Промлит работает 24 часа в сутки и выходные работают. Появляются возможности по другим площадкам, и агрегатный завод, и промтрактор. Перспектива у завода хорошая, позитивная. Заказы будут, люди будут работать. Год стал рекордным по строительству жилья. При плане в 325 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию более 400 тысяч. Нам удалось депутатскому курсу совместной администрации города объединить четыре, синхронизировать четыре федеральные целевые программы, по которой нам удалось реконструировать Московскую набережную. Удалось привлечь почти 2 миллиарда рублей. У нас в этом году ожидается масштабная реконструкция центральной части города. Это Красная площадь, это залив. И нам приятно, что нам удалось это сделать к юбилейному году. Это такой своеобразный подарок нашим жителям города Чебоксара. Юбилейный год пройдет, праздник пройдет, а эти социальные объекты, инфраструктура, городская среда, она останется во благо жителя нашего города Чебоксара. Остаются и проблемы. Глава республики Михаил Игнатьев призвал активизировать работу с крупными неплательщиками и усилить борьбу с серыми зарплатами. Работа в текущем году предстоит немалая, но все ветви власти настроены на тесное сотрудничество. Вижу, что здесь полная включенность. И, конечно, есть много проблем, но самое главное, что можно отметить, на мой взгляд, это партнерские отношения между республикой, между городом, о том, что есть постоянно плечо, есть софинансирование проектов. Благодаря синхронизации федеральных и республиканских программ в Чебоксарах появилась кадетская школа, благоустроены скверы и площади. В Новоюжном районе началось строительство Ледового дворца. Ведется проектирование девяти автомобильных дорог, в том числе третьего транспортного полукольца. По национальному проекту «Экология», в которые входят проекты «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», в этом году начнется строительство сооружений очистки дождевых стоков и центральных водопроводов Чандрова. Большое внимание уделяется сфере образования. И благодаря личному вниманию главы республики Михаила Васильевича Игнатьева в поддержке правительства на территории города в праздничный год будут введены две школы на 1600 мест и 10 детских садов на 2160 мест. Будут построены три дороги новых микрорайонов и благоустроены новые общественные пространства. Запланирован новый рекорд по воду жилья. Такой масштаб строительства в юбилейный год запомнится горожанам. Столица республики также стала одной из пилотных площадок по реализации проекта «Умный город». Комфортный и благоустроенный, зеленый и опрятный. Таким уже привыкли видеть свой город Чебоксарцы. А значит, новая юбилейная страница в его истории должна стать еще более яркой. Светлана Познякова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.